200 ММ Первые о главном 21 час 9 минут В четверг, это значит время для программы Нац. Вопрос в студии Гия Саралидзе вместе со мной Здравствуйте, друзья Рад вас слышать Здесь с нами Марат Сафаров Наш коллега Сегодня мы хотим поговорить О Москве О Москве многонациональной Потому что В свое время я с таким Не то что удивлением Но с сочувствием смотрел На девочек 17-18 лет Во время каких-то выступлений Которые кричали Москва для москвичей Не знаю, что они вкладывали В этот смысл Но, наверное, им было бы интересно Сейчас послушать нашу программу И все-таки Из каких народов и как Москва складывалась Как раз вот Марат Большой у нас Специалист И знаток Многонациональной Москвы Сегодня В студии То есть мы будем выяснять Кто же москвич? Да нет, не совсем Я думаю, что все, кто живет в Москве Они москвичи Другое дело, что Жили здесь и Национальные общины Причем издревле С кого начнем? Или будем прямо сразу? Я думаю, мозаично Да, потому что такое Говоря Высокопарным стилем Лоскутное одеяло Представляет собой Этническая картина Москвы Причем издревле Как, собственно говоря В зимний период В зимних эфирах Мы в проекте Народа России С вами Я не помню уже даже сколько Пять или шесть выпусков Да, посвятили Различным общинам Правда, там мы рассматривали Это скорее в такой Исторической ретроспективе И детально А для нас вопроса Я думаю, да Для актуальности Все-таки Важны какие-то выводы Что ли По этой истории По тому Насколько эти общины Интегрировались Насколько они Неизолировано Жили В городе И насколько город был Вот выражаясь Античной фразой Единством непохожих Но при этом Единством именно И даже начинать То вот если начать То тут трудно сказать Какая из общин Понятно при всем В том, что славянской базе Славянская основа Большинство Всегда исторически было Поскольку Москва возникла В недрах Владимира Суздальского княжества На северо-востоке Исторической Руси И это понятно Что славянское большинство Всегда определяло Весь характер города Тем не менее Какие иные общины Здесь возникали Здесь можно назвать И то, что касается Разных тюркоязычных факторов То, чего мы теперь называем Большой богатой Татарской историей Москвы И есть интересная литература Уже сложилась На эту тему Вот в частности Недавно читал книгу Такого стоковеда Фарида Садулина О возникновении И развитии Мусульманской Татарской общины Москвы Там есть моменты Которые касаются Еще Владимира Суздальского Периода То есть контакта С булгарами, например Ну уж о том Что в Кремле Возник двор Баскаков В историческом ядре Москвы В эпицентре Московской истории И потом Благодаря различным Ухищрениям Митрополита Алексия О чем, кстати говоря В фильме Прошкина Орда очень хорошо Рассказывается Об его исцелении Исцелении, вернее Имханши Тайдулы В обмен за Что он получил Возможность Основать чудов монастырь В Кремле На месте двора Баскаков Ну вот такие Древние периоды То есть это 14 век А можно и Идти и раньше Собственно говоря С этого периода Это какая-то такая Восточная часть Восточный колорит Здесь существовал Я не склонен Все-таки Ну слепо доверять Или быть таким фанатом Льва Николаевича Гумилева Но все-таки Вот фразы Или какие-то мысли Которые Гумилев И сам высказывал И базировался На мнении других Их историков В частности Крамзина Например О том что Москва Обязана своим Величием ханом Она какое-то Имеет все-таки Какое-то рациональное Зерно При том что понятно Что такое Гумилевское Евразийское направление Оно несколько Даже не евразийское Само классическое Трубецкого А вот именно Гумилевское В 20 веке сложившееся Второй половине 20 века Оно немножечко Такое уже Вторая крайность Что ли Вот была одна крайность Когда все плохо И все значит Все пришли И все сожгли А вторая Что это Такой стокгольмский Синдром Что называется Пришел завоеватель И он стал нашим Другом Это тоже крайность Золотая середина Вероятно где-то Как всегда Посередине Поэтому вот этот Восточный колорит Восточная черта Она не всегда Была благом Для Москвы Безусловно Но исторически Срослась с Москвой И стала уже Ну такой вот Тканью Города А если говорить О географическом Расположении Да Общины Если о татарской Общине Это всегда было За Москворечье Ну нет Конечно Допустим В конце 19 века В начале 20 века Складывалась Вторая зона Расселения На карте города Это называлось Мещанской частью города Там где ныне Вот в 2015 году Величественный комплекс Обновленный Московской соборной мечети Возник Да То есть это Район современной Улицы Дурова Старых Мещанских улиц Сейчас Москвич уже не найдет Этих названий За исключением Одной единственной Мещанской Когда-то четвертой А ведь проспект Мира Был первый Потом улицы Это позже Это последний Это такой Предреволюционный Большая татарская А все остальное Историческое Да Это конечно Москворечье Ордынка Большая татарская Мал татарский Переулок Вообще просто Татарская улица Ближе к Павелецкой И так далее Это вот та зона Старой татарской Слободы И примыкавшей К ней Толмачевской Вот пример Толмачевской Слободы Мне кажется Даже более Как-то интересен Чем просто татарская Потому что Это означало Что город Власть Была заинтересована В переводчиках С восточных языков Уже издревле И расселила их Компактно И собственно говоря Топонимы Связанные с Толмачевскими Переулками Об этом нам свидетельствуют Такой восточный колорит Он основательный И он Непрерывный Когда не было Такого периода Когда восточное Присутствие в городе Собственно говоря Пресекалось Такого не было никогда А когда мы говорим Про восточное присутствие Мы говорим Про присутствие Поволжья Например Или мы говорим Про присутствие Орды И осколков Орды В широком смысле Да Сейчас такой модный термин Многие его стали употреблять Пост-ордынские государства Раньше как-то вот Когда мы с ГИИ учились Да Так не употребляли Такие термины Сейчас так модно Говорят Пост-ордынское Вот Ну раз Говорят То наверное Мы употребим Пост-ордынское Ну в общем Это понятно Насколко Орды Возникшие государства И они имели Какие-то разные отношения С Москвой И уже С сложившейся Россией Поэтому это не только Поволжье Да Это и Крым Чем примером Крымский вал Скажем Крымское посольство Посольство крымских ханов Крымское присутствие Тоже в городе было Тем более Соответственно переплетено Крымское Ну я так понимаю Что как раз Вот община татарская Она привлекала Ну собственно Мусульманская В широком смысле Она привлекала Ну допустим Там представителей Азербайджана Да Там вот и выходцев Оттуда Понятно что они тянулись К людям С которыми Своими диноверцами Диноверцам И язык Да Тюркоязычный Тогда уточняй Когда Это тоже В какой период Вот допустим Если по азербайджанцам Да То это период Уже Конечно Второй половин 19 века Допустим В самом начале 20 века В Замоскворечья Возник дом Асадулаева Сейчас он часто Вот употребляется Говорят Дом Асадулаева В нем Теперь расположен Татарский культурный центр Это историческое здание Один из таких Известных домов Замоскворечья Основанный Между тем Шамси Асадулаевым Бакинским Нефтепромышленником Такой вот Абсолютно Сделавшим себя Самим Да Сам себя сделал Что называется Из бедности Поднявшийся В нефтепромышленники Миллионеры И оставивший На карте города След Этой постройкой Этим строительством Пола азербайджанец Но надо сказать Что татарская община Была такая мощная И сильная В своем Таком этническом смысле Да Что она поглощала Всех восточных людей Которые приходили Они ассимилировались Внутри нее Те же допустим Бакинцы Тагивы Там и другие То есть нельзя Говорить о том Что вот это Какие-то были Внутри нее Какие-то осколочки Они все Очень быстро смешивались С татарской общиной Вот Это был такой период И там и персы приходили Кого там только не было Но все они Так или иначе Становились как-то татарами Вот Хотя по численности Общины все были небольшие Мы когда говорим Вот общины Это не какие-то Огромные Общности Там в десятки тысяч человек Это были небольшие Группы Людей Как правило Разного Ну так скажем Да Сословного происхождения Это были И представители купечества И крестьяне-отходники И тех Кого мы Называем теперь Духовенством Вот такие группы Которые в городе присутствовали Примером того Что община была Такой основательной И сложившейся Было конечно Возникновение Мечетей Которые Появились Одна в начале 19 века Исторически-то были И раньше Ну собственно говоря Вот так Чтобы она была Основательная Каменная Та которую мы называем Теперь историческая На Большой Татарской улице Это все-таки 20-е годы 19 века И вторая Появилась в 1904 году Вот в этой Упомянутой уже Мещанской части города Когда возникает Вот такая инфраструктура Общины Это говорит о ее Устоявшемся присутствии Но вот мне бы хотелось Сказать что Очень важное отличие Москвы от многих Городов мира То что Для Москвы Все равно не было Характерно Долгого и устойчивого Такого Этноквартального Расселения Москва всегда Переваривала Что ли Вот каких-то Да Пришедших людей И их Что называется Да Осваивала Адаптировала Под свой лад Под лад Первопрестольный Эти общины Эти Там Татарская слобода Возникшая Позднее Грузинская слобода Армянский переулок Они никогда Не сохраняли Свою Этническую Мона Такую Среду Чтобы она Никогда Вот там Какой-то Чужеземец Или какой-то Да Инноверец Зашел И все Это вот Закрыта Для него Дверь Такого Никогда Не было В Москве Эти слободы Всегда Носили Очень условный Характер Они всегда Были Достаточно Гибкие В той же Татарской Слободе Жили Безусловно Не одни Татары В Таймачевской Слободе Тоже В грузинской Слободе Тоже То есть Это всегда Были общины Ну что ли Открытые Для Контактов Не было Никогда Закрытые Среды Наверное Кстати Если Мы говорим О грузинской Слободе Она была Условно Грузинская На самом деле Она была Грузино-армянская Изначально Потому что Сразу Когда Переселялись Когда Этот Надел Земли Получили Грузинские Князья И Царские Особы В свое Распоряжение То они Приехали Сразу Среди тех Кто приехал Были и армяне А почему Тогда армянский Переулок Так далеко От грузинских Улиц Потому что В армянском Переулке Около Моросейки Да Там Возникло Землевладение Семьи Лазаревых Основавших Знаменитый Лазаревский Институт Восточных Языков Который Тоже Не был Армянским В таком Стопроцентном Смысле Там Изучались Действительно Восточные В том числе Кавказские Языки Но Русская Аристократия Считала Для себя Очень Важным Отдавать Детей В это Учебное Заведение Оно Конечно Не было Может быть На уровне Университета Но В числе Ведущих Учебных Высших Учебных Заведений Города Лазаревский Институт Всегда Присутствовал И русская Интеллигенция Особенно Интересующаяся Востоком Да и не только Представители Семьи Это тоже Вторая половина 19 века Это в первую Уже половину 19 века Началось И Лазаревский Институт Просуществовал До начала 20 века Например Великий Русский Лингвист Роман Якобсон Учился Там То есть Это Учебное Заведение Такого Мирового Уровня По существу Вот И Это да В армянском Переулке Там же Существовала Армян-Григорианская Церковь К сожалению Ее нет Такая одна Из потерь Городской Истории Там Предвоенной 30-х годов Но там В этом здании Располагает Сейчас посольство Армении И это Историческое Здание Оно До наших дней Дошло А На Пресне Там Где Возникла Старая Грузинская Слобода Хотя Она Исторически Вот Что значит Разговор Он бесконечен Этот разговор Поскольку Каждый Этап Нас Уводит Все дальше В глубину Веков Вот Старая Грузинская Слобода На Пресне Где Сейчас Существует Георгиевская Церковь Где Ведутся Службы И где Она Действующая Где Несколько Раз Проводил Службы Патриарх Илья Второй И она Является Таким Центром Духовно Грузинской Общины Москвы Но и Она Не старая Потому что Исторически Можно Уйти На Сокол Совсем Недалеко От нашей Студии Располагалась Совсем Старая Грузинская Слобода Связанная Еще с Именем Царицы Дарьи Арчиловны Которая Выходила И встречала Анну Иоанновну Двигавшуюся Из Петербурга В Москву На Но и тогда Это же была Не то чтобы Москва Под Москвой Предместе Но тем не менее Собственно И Пресня В тот момент Когда Это тоже Было Предместе Да И Собственно говоря Вот этот храм Всех святых Он связан С грузинской общиной И во дворе храма Сохранились До сих пор Я вот лично видел Это камни С грузинскими именами Вот это Уже совсем Грузинское То же самое С немецкое Вот немецкое Ну у нас Ассоциируется Исключительно С Басманной С Яузой С тем Что сейчас Располагается Местностью Вокруг Метро Бауманское Но тоже Были и в Замоскворечии Поселения немцев И так далее А вот давайте Вот по поводу Там Глубвиков Вот сейчас Сказал Марат Такое представление Ну у меня Вася Куча Какое-то Сколько-то лет назад Существовало Вот там До Петровской Русь Она такая Вся закрытая Практически Железный занавес Контактов С внешним миром Не очень много Варится Потом пришел Прорубил Ну и тут же Надуло Что называется Всех подряд И первое Мое потрясение Было в детстве Когда в опере Царская невеста Которая как известно Про времена Ивана Грозного Там такая Жуткая сцена С немцем Значит немец Во времена Ивана Грозного Уже Сто пудов Был Потом появляется Там переписка Плюс поляки Плюс еще кто-то И Москва Вот тогда Тогда еще Не столица Империи Совсем Даже столица Просто там Большого Государства Она Все равно Уже имела Вот и там То что называлось Национальные окраины И когда Сегодня говорят Там про то Как формируется Ну вообще столица Любой империи Понятно Она втягивает в себя Из колонии Метрополия Что называется Притягивает А вот Москва Которая тогда была Она По тому же принципу Насоса существовала Она втягивала в себя Все Ну там Представители всех земель Которые так или иначе Вошли под ее голову Плюс Ближние там Или Ближние и дальние Зарубежья Вот как тогда Все это складывалось Безусловно Вот таким Современным языком говоря Геополитический центр Все равно притягивает И то что касается Скажем Вот восточного вектора Это одно Понятно Что это так или иначе Связано с Ордой С Кавказом С интересами России С ее очень сложными Взаимоотношениями С этими Пространствами историческими Но западная Совершенно права При Иване Грозном Возникает Старая немецкая слобода И Петр-то уже Ходил в немецкую слободу То есть он учился Европейскому Своему опыту Постигал его Уже в сложившейся Немецкой слободе Так или иначе Связаны Ну уже скорее Не с Иваном Грозным Жизнь у голландцев Выходцев из различных Немецких земель И шотландцев даже Которые собственно говоря Расселялись По берегам Яуза Там где Мы немецкую слободу знаем А что их сюда гнало Ну прежде всего Это может показаться Для допустим Периода Скажем 17 века Самым главной Такой причиной Которая На поверхности лежит Это такая Нестабильность европейская Которая на тот момент была Государства раздирались Противоречием Были бесконечные войны Но если мы только вспомним О том что Германия Стала Единым Так или иначе Единым государством Только при Бисмарке И то там Австрию Так и не смогла В себя втянуть А касательно 17 века Это небольшие Карликовые государства Полуфеодальные Или даже вообще феодальные Кстати Очень много Переселялись После наполеоновских войн И после Да 19 века После наполеоновских Да это 19 века Но удивительное расселение Допустим Вот есть знаменитые Поселения Рядом с Азербайджанским городом Генжой Где немецкие поселения Я был там Немцев уже не осталось Ну это там И в 40-е годы Прошлись по ним Да и потом уже Те кто Не многие кто оставались Они уехали В Германию в основном Но Следы Остались абсолютно Это и дома Которые сохранились Абсолютно немецкие Да Анинфельд Да Это Анинфельд Шамкор по-моему Да сейчас Шамки по-моему Как-то Да Оттуда какие-то Знаменитые помидоры Выращиваются Да Да И И там И в Кирхе И все это Вот просто Можно увидеть Это все сделано По-немецки На Вика Очень любопытно Было смотреть Ну представляешь Азербайджан Генжа Это даже не Баку Вот Очень любопытно И это да Люди селились Причем это они Их никто не знает Они сами попросились И им Выделили земли Именно там Не но вот эта история Про то Как действительно просились При Екатерине Выделялись Земли Это вот История А я то спрашиваю Вот совсем Вот тогда Я думаю что Мотивы то были Примерно те же Мотивы примерно те же Да Они рассматривали И как принимала Вот еще Москва Вот это кто Изгои это были Какие-то За заборами С Востоком и Западом Разные немножко Векторы были Конечно Это было связано С религиозным фактором Безусловно Дело в том Что Восток Он Ну настолько далек От того Чтобы покуситься И каким-то образом Прельстить Да Православного Человеком Между ним И Византийской Традиции Собственно говоря Пропасть А вот Католический Или особенно Лютеровский Как тогда говорили Да Протестантский Опыт Все-таки Навевал Определенные опасения И поэтому За немцами Пристально следили Эта община Была закрыта Их принимали Их использовали Из каких-то Прагматических целей Но это не означало Что их принимали С распростертыми Объятиями Вопросы Допустим Оснований Их храмов Всегда были Очень сложными Тем не менее Они возникли Была у нас Лютеранская церковь И собственно В Старосадском переулке Она действует До сих пор Возникла даже Англиканская церковь Она находится сейчас Буквально за Несколькими зданиями От правительства Москвы На Вознесенском переулке Близ Тверской улицы Там интересно Там даже сохранился Дом Священника Англиканского И в нем Он сейчас и живет Потому что церковь После визита Королевы Елизаветы В 1994 году Была Англиканская община Возвращена Вот И теперь там Службы Все возобновились Уже более 20 лет И настоятель храма Англичанин Я его видел Он так чинно По двору Этой церкви Проходит в храм Сам храм Такой Из старых Английских Каких-то Диккенсовских фильмов Вот это Москва Современная С корнями Теми Которые уходили В прошлое Так Продолжим Давайте После выпуска новостей Уже Напомню Сегодня мы говорим Про Москву Про то Как она Собиралась Из самых разных людей Продолжение программы Нацвопрос Владимир Аверинге Сыролидзе Марат Сафаров Здесь в студии Марат Специалист Историк Все вопросы К нему Адресуем По поводу того Как же складывалась Москва Что такое Москва И москвичи С национальной точки зрения Межнациональных отношений Межнациональных отношений И вот по поводу Изменники Межнациональных отношений Вот я опять хочу вернуться туда В те времена Потому что С одной стороны Да Есть и немецкая слобода Есть и татарская слобода Есть и грузинская слобода И есть Ну основное Вот такое Довольно Перемешанные Уже Уже натасканные Из разных Тоже регионов Руси Или там России В зачатке Население Славянское Будем говорить Они между собой Контактируют Конечно Или это Изолированные сообщества Которые Ну вот там действительно Пришло Надо яду Пошла к немцу Купить яду Значит Телом заплатила За этот яд Все Больше никто не ходит И дурная слава Что к немцу Только за ядом Нет конечно Контактировала Общины были Как мы уже говорили Да В первой части Чрезвычайно Такие зыбкие Пограничие Это было очень Условное И поэтому Контакты были Надо сказать Что это не были Вот просто Какие-то люди Которые пришли Какой-то внутренней Своей такой Локальной жизнью Жили И в городскую среду В городскую экономику Не вторгались Конечно Можно сказать Что общины Так или иначе Занимали какие-то Хозяйственные ниши В городе И москвич Среднестатистически Всегда с ними Сталкивался Ну мы знаем Это по Трудам Еще наших Таких классиков Истории Москвы И Забелина И Тихомирова Конечно По Агилеровскому Великому нашему Краеведу Москвоведу Насколько Общинная жизнь Насколько Такая повседневная Социальная жизнь Города была Перемешанной И поэтому Конечно Человек Допустим Связанный с какой-то Определенной Профессиональной Деятельностью Он И одновременно Был Таким Примером Своей общины Лицом Своей общины Ну к примеру Чтобы далеко Не ходить Известен опыт Ну пусть это уже Начало 20 века Но богатый опыт Ассирийской общины И ее Такое Монополизирование Ею Обувного дела В городе Известен опыт Который связан С тем Что вы сказали С немецкой общиной С тем Как Насколько Она была связана С разными Средами Интеллектуальной Жизни И с медициной В частности Известен опыт Татарской общины Которая В своей Такой элитарной Части Занималась Меховым Производством Меховой Торговлей А в низовой Своей части То есть Части крестьян Отходников Занимала Ниши Того Что мы называем Даже лично Коммунальным Хозяйством Город Дворники Да Проще говоря Вот И собственно Говоря Вот Мог городской Да Какой-то Обыватель Увидеть Татарина Дворника Мог более Состоятельный Человек Прийти Меховое Ателье И заказать Каракулевый Какой-нибудь Наряд Для своей Жены Из бухарских Мерлушек У какого-то Касимовского Купца И это тоже Был город Были разные Вот такие Опыты То есть Каждодневно Сталкивались С разными Общинами Но при этом Надо сказать Да Вот что Нет какой-то Анклавности В городе Никогда Ее не было Наверное Это огромный Плюс Опыт Современных Западноевропейских Чайной Таунов Да Опыт Там Допустим Не Америки А вот именно Западноевропейских Городов Все-таки Америка Складывалась Изначально Как Многоэтническое Государство А вот Европейские Города Где трудно Сосуществовали Всегда Какие-то Ядра И Этнокварталы Вот этого Опыта В Москве Никогда Не было Еще раз Та же Татарская Или та же Грузинская Или та же Армянская Москва Они всегда Были частью Большого Города Человек Не замечал Того Что он Перешел Какую-то Незримую Границу И оказался На пресне Среди Грузин и Армян Но оказался Прекрасно Они те же Москвичи Как и он сам Вот наш Радиослушатель Артем Нам сообщение Такое Прислал Интересное И просит Рассказать По истории Еврейской Общины Москвы И наверное Казаться Что вот Были такие Общины Они значит Прекрасно Все интегрировались Все их значит Поддержали Всегда Были трудные Моменты Та же Самая Еврейская Община Она Все-таки Не имела Вот такого Ну что ли Беспрерывного Существования Благостного Была черта Оседлости Которая возникла В Екатерининскую Эпоху И ограничивала Расселение Евреев За пределы Западных Губерний Поэтому В Москве Они Поселялись Да Они возникали Вернее Их поселения Возникали В том же Заряде В историческом Где-то на месте Вот тоже Московская история Очень такая А поселялись Только в Игресты Или в Ремсенгагане Могли Там определенные Профессиональные Должны были быть Требования В частности Связанные с Купцами Первой гильдии С людьми С высшим образованием На тот момент Ввиду Известных всех Ограничений Не только Не этнических Даже А скорее сословных Этих людей Было очень мало Вот они в Заряде Такой Глебово подворья Там они Селились Потом в других Частях города А потом пришел Царь Александр Третий И особенно Его близкий родственник Генерал-губернатор Великий князь Сергей Александрович И значит Все на выход Соблюдаем законы Черты оседлости Включая Гениального Да что ли Одного из самых русских Из русских художников Исаака Левитана Там его значит Меценаты Морозовы Все значит Пытаются за него Заступаться Ничего Он должен вот быть Выселен потому что Он уроженец Литвы современной Ну уже русских Губерний Ну значит куда-то Должен за черту Оседлость Потом он правда Вернулся Но тем не менее Такой эпизод Уже не был А прямо за черту оседлости Не просто на 101 килограмм Нет За черту должны выселиться Закон Закон должен Закон должен Быть соблюден Это 90-е годы 19 века Вот И даже уже Выстроенная синагога В Большом Спасоглиническом Переулке Величественной Вот она Собственно говоря Пустела И была Некоторое время Закрыта Потом возобновилась Ну потом Были события Связанные с Манифестом И в общем Все Круги своя Вернулось Но тем не менее Вот Нашему радиослушателю Артему И другим Любителям Каких-то Отдельных Эпизодов Московской истории Ну вот Можно рассказать О том Что еврейская община Именно вот таким образом Складывалась И ее Основательный И уже настоящий Подлинный развитие Произошло конечно В советское время Когда Черты оседлости Не было Она была отменена Не большевиками Она была отменена Временным правительством Но По существу В 20-е годы Возникли Те Общности Да Прежде всего Связанные с Еврейской интеллигенцией Которые Нам хорошо известны Синагоги Возникли Была еще старая Помимо Спаса Глинического На Бронной улице Которая Кстати Если Есть желание У наших слушателей Подробно Да Там Узнать О жизни Той или иной Общины В Москве То можно зайти К нам на сайт Найти народы России У нас Действительно Там 5 или 6 Программ были посвящены Именно В том числе Еврейской Татарской Грузинской Ассирийской Армянской Москве Немецкой Да Но если вот говорить Какие-то выводы И делать То есть Были и такие эпизоды Был эпизод С немецкой общиной Которая Собственно говоря Ну мы сейчас Вряд ли Вряд ли Встретим Людей Которые На улицах Говорят По-немецки А идут Так прям Толпами Какими-то Группами А когда-то Это можно было Слышать Ее нет По существу Да То есть Какие-то Отдельные Религиозные Группы Существует То что Связано с Приходом Церкви В Старосадском Перелоке Немецк Есть иностранцы Работающие Граждане Германии Работающие В России В Москве Но такой подлинной Немецкой Москвы Нет конечно Она ушла И ушла она Еще не в советское время А уже Таким поворотным Моментом Был 14-й год Начало Первой мировой войны Когда Известные События Были связаны С антинемецкими Настроениями В городе Ну и уже Завершилось Все в 1941 году Богатая очень история И топонимика есть И архитектура есть И фамилии много известных И доктора Федора Гаас Конечно здесь сразу Вспоминается Который был Не просто доктором А святым доктором Известный защитник Преследуемых людей Связанных вообще Да Который ходил по тюрьмам По арестантским домам Пытался Облегчить страдания Уголовных преступников Тем чтобы их С них сняли Кандалы И эти кандалы Да Как известно Символически На его могиле На Веденском Или как раньше Говорили На немецком кладбище Установлены Немецкая история Очень богатая Но это все-таки Прошлое Совсем недавно Такой какой-то Как будто отзвук Откуда-то из прошлого Был на Патриарших прудах И шла женщина С детьми маленькими И разговаривала С ними по-французски Вот И мне так прямо Показалось Подумалось Что вот Как будто бы Какой-то привет Из старой Такой европейской Общины Жизни Москвы Гулять водил Да А вот Кстати Действительно Языки Опять же Немножко раньше Чем начало 20 века Вот туда Вглубь Вот живет Себе тоже Там татарская община Она на каком языке Разговаривает Имея в виду Что там Действительно И выходцы Из Кавказа Которых там Называли Тутурками Вот сейчас Азербайджанец Как вот Слово Позже появилось Кавказскими татарами Да Кавказские татары И татары Из Поволжи живут И они Они же Вот на каком языке Между собой Тогда они общаются И был ли тогда Уже русский язык Вот таким языком Межнационального общения Для Москвы Был безусловно Внутри общин Были Как всегда Средства общения Коммуникации Свои Но все Так или иначе Мужчины Во всяком случае Которые были Интегрированы В городскую экономику Они на русском языке Разговаривали Что касается Тех же Азербайджанцев Наш радиослушатель Прав и не прав Который нам Так вот да Замечание делает Были ли азербайджанцы Конечно они были Безусловно Было понятно Что это не те Поволжские татары Или не те крымские татары Которые собственно говоря В других частях империи жили Назывались да Государственная статистика Так это и хакасов Называли татарами Абаканскими Которых в Москве Правда не было Но тем не менее Они тоже под этим Этнонимом были Что касается статистики Или там Именований в документах Это одно Но что касается Явного понимания Того как народы Себя называли И сами Идентификацией Своей занимали Вернее какая у них была Устойчивая уже Самоидентификация Это совсем другое Тот же Шамсиаса Дулаев Те же Тагиевы Они воспринимались Именно как Ну там я не знаю Можно сказать Кавказские тюрки Можно сказать Азербайджанцы Но явно Не как татары Татарами Которые жили в Москве Испокон веков Поэтому безусловно Термин который уже проник В русский язык И в официальную документацию В советское время Да он связан с Азербайджаном И азербайджанцами Но старые Москвичи Прекрасно знали Что это некая Иная среда Которая в город пришла И очень быстро С местной Очень такой прочной Сильной татарской общиной Смешалась Вот Что касается Языка Ну конечно Были учебные заведения Свои Были учебные заведения Общие Городские Государственные В которые Конечно Вот в последний Да Могли поступать Только представители элиты И то второго поколения Преимущественно Поэтому Та среда Которая возникала Те же религиозные школы Но это законы империи Тут с ними никак нельзя Это не только Само желание Общин Сохранять Свою образовательную среду Это те известные Законы империи Которые не допускают Ограничиваются Хорошо Марат Тогда еще прервемся Сейчас Затем Мне хотелось бы Все-таки Поговорить о топоминнике Да Вот это вот Конечно Но сейчас пауза И продолжаем разговор Нацпрограмма Нацвопрос в эфире По-прежнему в студии Наш гость Марат Сафаров Историк Кандидат педагогических наук И Гея Саралидзе И я Владимир Аверин Да Хотим мы все-таки Поговорить Последняя часть Она у нас Самая короткая Самая быстротечная Поговорить все-таки О тех местах Москвы Которые Вот связаны С присутствием Различных национальностей Тем более Что есть места Которые Ну Прямо Сразу указывают Армянский переулок Грузинский вал Большая грузинская Малая грузинская И так далее Или там Лефортово Все-таки Для многих Тоже понятно Да С кем сразу Отзвуки А все-таки Есть еще Какие-то места И тому же Которые Небанальные Которые Да Вот для меня Допустим Стало открытием На программе Что Леонозово Да Леонозово Казалось бы Да Такой Дальний Не Наши Пуговка Не наша Сказали Леонозово Нашим армянским Радиослушателям Сразу они Благодаря тому Что вообще Для армянской общины Всегда характерен Интерес к истории Любой армянин Там всех Царей Армении Перечислил Всех католикосов Всех Знаменитых Народных артистов СССР И так далее Все знают И о Леонозовых Армяне Безусловно Но не все Москвичи знают Что этот Район Неисторической Москвы То есть Это Северные окраины Города В смысле Северные предместия Города Ныне окраины Насколько я понимаю Это северный Административный Округ Связаны Связаны с фамилией Знаменитых Промышленников Они связаны Были там И с банковскими Банковским делом Леонозовых Армянской Ну исторически говоря Купеческой семьей Которая владела Землями А чуть К востоку От Леонозова Это уже Северо-восточный Округ Есть такая зона Известная Местным жителям Джамгаровский Пруд Тоже Джамгаровы Тоже Армянская Семья Уже там В большей степени Банковская Которая Этими землями Владела И вот этот Топоним Тоже С этой общиной Связан Вот Поэтому Некоторые Топонимы Они как бы Не этнические А происходят От фамилий Знаменитых Московских Семейств Принадлежавших К разным Общинам Сказалось бы Поляковы Да такая Ну на наш взгляд Поляковы 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 Основатели Синагоги На Большой Броне А некоторые Историки Балета Считают что Наша знаменитая Анна Павлова Балерина Можно сказать Символ нашего Балета Незаконно Рожденная Дочь Полякова Вот Большой Такой Богатый Богатейший Можно сказать Еврейской Семьи Начало 20 века И они В истории Москвы Играли Большую роль Им удавалось В разные Периоды Каких-то Да Отношений Последних Царей К еврейской Общине Уцелеть В городе И как-то Развивать Городскую Жизнь Не только Конечно Еврейскую Но и Общую Экономику Городскую Благотворительностью Заниматься Так что Вот такие Какие-то Небанальные Примеры Обычные В районе Сухаревки Марат Вы тоже Рассказывали Да В районе Сухаревки Тоже были Анановы Такая Знаменитая Армянская Семья Там есть Ананевский Переуг Ананевский 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 Я всегда Так Все с армянами Связано Вот это Небанальное 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 Все армянское Законспирировано Если так Да Серьезно Говорить Конечно Анановы Вот они Тоже Такая Ну как бы Скать Семья Для начала 20 века Известная В справочнике Вся Москва Это кстати Очень интересный Справочник Адресный Такой календарь Начало 20 века Где Массу Разных Фамилий Например Разных Еврейских Зубных Врачей Можно там Увидеть Такая Например Там ведет Прием Зубной Врач МСРР На Сретенке А это Никто иной Как дедушка Майя Михайловна Плесецкой И она В воспоминаниях Своих Упоминает А он В этом Справочнике Отмечен Когда он Там Принимает По каким Дням Ну не по Каким Дням Может быть Да Но где Он Проживает И где Ведет Прием И так Далее То есть Вот эта Этническая Картина Это не Картина 21 века Это не Картина Которая Может быть Параллель Найти Вернее Западноевропейская Опять же Мы не говорим Что она Там Плохая А у нас Вот прям Такая Замечательная У нас На примере Разных Общин Тоже можно Найти Разные Проблемы И ставя В истории В рестероспективе Но она У нас Иная Совсем То есть Совсем Не похожа Прежде всего Потому что Она Многовековая Это не Тот Мигрант Который Прибыл Вот сейчас И собственно Говоря Вот с ним Впервые Москвич столкнулся С какой-то Иной Инаковой В среду Уже Опыт Такой Долгий Такой Накопленный Такой Притирание Было Вот сейчас Совсем Недавно Прошел Общеградской Праздник Сабантуи В парке Коломенское И такая Картинка Интересная Ну вроде Он татар-башкирский Да Так вот Исторически Ну Не знаю Может это Как некрасиво Да Так по лицам Смотреть Ну не знаю Не видел я там Доминирования Восточных Или тюркоязычных Лиц Это был Общегородской Праздник В такой Декорации Времен Ивана Грозного Думаю Как там Иван Васильевич На это бы Посмотрел Что Басурмана Так много Рядом С церковью Вознесения С церковью Вдьякова Да Основанной В честь его Рождения Собственно Да Основанной В памяти О его рождении А вот Так сложилось И люди Они Ну Сабантуй Сабантуй Пришли веселиться На его праздник Тот же праздник Ну он вообще такой Да Тбилисоба Это праздник Ну собственно Городской Тбилиски Да Это как Там День Москвы Да Там День города Условно Но вот он проводится Уже Достаточно давно В Москве Да Да Где наливают Известим Угощаются В саду Эрмитаж В саду Эрмитаж Вот в прошлом году Или Да В прошлом году В прошлом году В прошлом году Да Еще была Это осень была И прекрасная была погода Причем Какой-то был последний Теплый день Буквально И он так вот выдался И действительно Там тоже Никакой там Засилия Грузинских Лиц И людей Да Там Выходцев из Грузии Не было абсолютно Общегородской Большинство Ну обычные Московские лица Прекрасно Все Да Но при этом Смотрите Вот если мы к сегодняшнему дню Перенесемся Под самым финал То действительно Москва Не воспринимает Там Татарское население Выходцев Из Поволжья Например Как Чуждое Инаковое Грузин Особенно Там в поколениях Живущих здесь Не воспринимает Инаково Армян Не воспринимает Москва Воспринимает Инаково Прежде всего Представителей Там Средней Азии Которые Которые тоже вроде бы Входили в страну Но видимо Такого представительства В Москве Исторически Там Выходцы Из Бухарского Эмират Не имели И воспринимает Как ни странно Так же Инаково Людей Северного Кавказа Которые Там За Кавкази Здесь было Представлено Довольно активно А вот Северный Кавказ Там Предгоре Что называется Так активно Представлено Получается Не было И Сколько Должно Пройти Десятилетий Чтобы Люди Которые Вот Уже Поселились В Москве Мы берем Середина 19 века Еще что-то такое было Середина 20 века Все были одинаковые Мы даже по эфирам Своим Заметь Что вот Проблема Которая была Еще совсем недавно Года два назад Недели не проходила Чтобы мы не делали Эфиры Которые были Посвящены Взаимоотношениям С людьми Которые приезжают На работу Там и так далее Но ведь Правда Стала Мягче Это Так я и говорю Что очень может быть Что там Десять лет Какие-то Ну в масштабах Истории И даже Человеческой жизни Какие-то десять лет И все И вот Вот это Оно нивелируется Конечно Главным здесь является То что При том Что безусловно Люди В праве Да На то Чтобы возникали места Их молений В праве Чтобы были места Их национально Культурной жизни Главное Чтобы не возникала Анклавная Анклавный город Потому что Анклавный город По примерам Европы Мы видим Насколько замедляется И насколько На поколение На второй Или даже на третье Интеграция Конечно Когда человек Уже давным-давно Гражданин Государства Евросоюза Но он не ощущает Себя интегрированным Потому что он Все равно живет В границе Квартала Она живет в границе И как правило Это пограничная жизнь В социальном В экономическом смысле Очень низкая Неэффективная То есть он не интегрируется Не только однически Культурно Но и социально Наверное Это тот ответ Что все Увы Да Время нашего эфира Вышло Да Тогда нам остается ждать Следующего четверга Я надеюсь В следующий четверг Разве что Марат придет к вам А я буду в отпуске Вот так вот Выяснилось Тогда с Маратом Будем договариваться Марат Сафаров Историк Был нашим гостем Спасибо большое Спасибо большое